Мы все с вами живем в обществе. И отчасти сами являемся пациентом, наши животные являются нашими пациентами, наших коллег. Но, с другой стороны, мы представляем ту часть, которая взаимодействует с больными или с их владельцами. И, соответственно, развитие медицины движется, как правило, спирально. Но нам все время кажется, когда мы читаем что-то новое, что данные устарели, что-то еще устарело. Вот Андрей Геннадьевич сказал, исследование старое 2013 года. С моей точки зрения, если исследование доказательной медицины выполнено перспективно в соответствии с всеми канонами, то статистические выводы из него устареть не могут. Другое дело, могут измениться подходы, может измениться болезнь, могут измениться лекарства или окружающий мир. И поэтому это исследование не будет применимо к нашим больным в нашей сегодняшней ситуации. Потому что болезни меняются, врачи меняются, общество меняется. И то, что раньше считалось болезнью, теперь считается легкой девиацией. Но, тем не менее, если мы посмотрим на медицину, медицина на самом деле одна из самых консервативных и медленно развивающихся наук. То есть, доказательная медицина, апологетом которой я очень во многом являюсь, очень ее ценю и пытаюсь пользоваться ее достижениями везде, где только можно, это на самом деле небольшой, очень тонкий поверхностный слой на всей базе медицины, начиная от ее многотысячелетнего опыта и завершая тем, что происходит с ней сейчас. Медицина – это все-таки надстройка на анатомических, физиологических, химических, физических, социальных, психологических исследованиях. Поэтому все время задается вопросом, всегда ли новое равно лучшее. И глубоко уважаемая мной Екатерина Сергеевна Кузнецова, когда писала обязанности руководителя отделения дерматологии «Белого клыка», вписала туда «Внедрять новейшие методы лечения». И только потом, подумав, сказал, нет-нет, конечно, внедрять наиболее эффективные, потому что новейшие далеко не всегда наиболее эффективные. Я вам только что говорил, что мы вот с Висконсин протоколом спокойно вернулись назад. То есть, у нас было 25 недель, 19, 12, 8, 4, а сейчас 19 и 25. И это всего лишь там за 2-3 года. Всегда ли дорогое лучшее? Далеко не всегда. Потому что одна из наших самых больших ошибок, это когда мы разговариваем с вами, с владельцами, и рекомендуем метод, в том числе и доказательной медицины, и с доказанной высокой эффективностью. Оценивая их затраты, почему-то все время думаем только о финансовых затратах. Хотя у нас есть куча других затрат для людей, по которым метод может оказаться для них невыносимо дорогим. Это могут быть физические затраты. Классический пример. Нет ничего сложного, ампутировать Ньюфаунленду лапу при остеосаркоме. А теперь представь себе две разные семьи. Он и она, пенсионеры. Только одни живут с ним на даче, а вторые на пятом этаже хрущевки. И качество жизни людей и собаки. Это же тоже их затраты. Мы говорим, раз в три недели приходить на химиотерапию, вам обойдется лечение в 120 тысяч. Не вопрос, мы можем эту опухоль облучить, но тогда вам придется потратить 10 рабочих дней, съездив в Обнинск, потратить те же 120 тысяч. Но вы потратите здесь кучу времени, только не выходного, а рабочего. И опять-таки для владельцев, когда у вас равный выбор равнодоказательных методов, вы должны учитывать их предпочтения. Причем я говорю сейчас о методах с равнодоказанной эффективностью. Таких же довольно много. Далеко не всегда мы говорим, что метод А имеет преваленцию над методом Б. Они могут быть равноэффективными с точки зрения доказательной медицины, но равнозатратными. Но при этом затраты необходимо учитывать в комплексе. Потому что, например, возьмите ту же самую остеосаркому у собак. Опухоль на локтевой кости. Одному животному ампутирована лапа, второму животному проведена органсохраняющая операция, которая при опухолях локтевой кости совершенно показана. Это даже особо недискутабельно. Первые люди получат большую нагрузку. Гораздо большую, чем вторые. Не финансовую. Вторые больше заплатят. А первые будут подвергаться обструкции со стороны бабушек у подъезда, членов семьи, других врачей и так далее, которые будут им говорить, зачем вы это лечили, это надо усыпить, надо было убить и прочее. Они получат моральное давление. Сэкономят на финансовом. Но наше общество не очень хорошо относится к инвалидам, к инвалидным собакам в том числе. И, соответственно, давление будет оттуда. Это вечный вопрос. Специалист – это тот, кто знает все больше о все меньшем. Домашние лечащие врачи – это группа врачей, воюющих с болезнями на передовой фронта. С моей точки зрения, это одна из самых сложных, благородных и тяжелых специальностей, которые есть в медицине. Клиницист против исследователя. Почитайте в Фейсбуке группу «Ветеринарная хирургия». Это очень здорово. Я имею в виду, где мы находимся. То есть, чтобы стать приверженцем доказательной медицины, каждый из нас должен сказать, кто он, на каком он месте в системе современной медицины и чем он там занимается. И классическая публикация. Мне очень хочется на Фейсбуке в этой группе написать статью следующего значения. «Друзья, вы не поверите, вчера впервые в Москве и Московской области Марк Вадимович Пака поставил внутривенный катетер. Это потрясающе! Я очень благодарю бригаду, которая мне помогала, анестезиолога, сотрудников, которые держали лапки, вытирающую мне под со лба владелицу. Без помощи владельцев это вряд ли бы вообще получилось. А наутро опубликовать. Представляете, отдаленные результаты. Катетер еще работает. Это фантастика. Но он еще работает. Самое главное, что в этом посту все будет абсолютной правдой. Потому что я в Москве работаю 7 лет. Не 7, наверное, уже лет 9. И за это время не поставил ни одного катетера. Но это вот то, что делают наши хирурги в этой группе. Я вчера отрезал лапу особым способом. Это потрясающе. Это великолепно. Это крупнейшее наше достижение. И остальные говорят, а мы тоже хотим. О каких к черту отдаленных результатах, сравнительных группах, проверках и прочем идет? Нет. Такое ощущение, что хирурги помешались на том, кто что сможет сделать лучше сегодня, здесь и сейчас. О помощи больному речь не идет. О помощи владельцам речь не идет. Об оценке долгосрочных результатов речи не идет. Речь идет всего-навсего о том, что основной предмет обсуждения это та ловкая хирургическая техника, которой они могут похвастаться, плюс вкупе с оборудованием, которое у них есть, и в некоторых случаях, видимо, если симпатичный, то еще публикуется анестезиолог. Старый вечный вопрос. Врач против фельдшера. Коренное отличие врача от фельдшера это то, что врач должен, по идее, лечить больного, фельдшер лечит болезнь. И постоянные упреки в сторону доказательной медицины это то, что она пытается сдвинуть с точки зрения среднего врача или обывателя медицинскую работу в сторону фельдшерской работы. То есть сдвигаться в сторону алгоритмов. Отвечать не на базовые вопросы, а отвечать на клинические вопросы. Что делать в конкретном случае? Потому что врач должен выявить изменения, построить себе в голове причинно-следственные связи, провести доказывающие эксперименты, например, взять анализы крови, сделать УЗИ, сделать рентген, стукнуть по второй ноге, отрезать здоровую ногу, чтобы проверить, действительно ли больна больная, а разработать теорию влияния на наблюдаемый процесс. То есть из моих знаний в области физиологии я понимаю, что в желудочно-кишечном тракте необходимо наличие витамина В12. Соответственно, если я назначу его в больших дозах, значит, видимо, наши ЖКТ-заболевания, хронические энтериты, индолентные лимфовые плечи улучшатся. Попытаться осуществить вмешательство, дать, наконец, этот В12, отрезать ногу, провести облучение или что-то подобное. Оценить новые данные, изменить теорию и практику, оценить результат. Вот изменить теорию и практику, это же может быть в случае отдельного больного, и вы лечите индивидуального больного. А может быть изменение ваших алгоритмов. Доказательная медицина говорит нам в основном вот про этот момент. Когда мы можем безопасно и эффективно осуществить общий подход и как мы можем изменить целиком нашу общую практику. То есть она не занимается конкретным больным. Конкретным больным занимаетесь вы в верхней части. Потом идет материал. Если он нормально структурирован, его можно использовать для оценки вот этого пункта. Если он не нормально структурирован, то мы, к сожалению, это делать не можем. Вроде бы доказательная медицина может облегчить нашу работу. Безусловно. Доказано, что в сердечно-легочной реанимации следование алгоритмам позволяет спасти больше больных, чем попытка успеть построить причинно-следственные связи, придумать, что делать и так далее. Не исключено, что врач, который придумывает причинно-следственные связи, спасет больного, которого не удалось спасти алгоритмом, но в общем и целом у него будет больше смертей. Уменьшить ошибки и заблуждения. Создать золотой стандарт терапии. Доказательная медицина не может, собственно говоря, создать золотой стандарт. Она может выработать гипотезу и подтвердить ее. Золотой стандарт, тем не менее, вырабатывается в основном в голове врача. Даже хирурги на это способны. Доказательная медицина, основная проблема, с которой сталкиваются апологеты доказательной медицины, то, что это черный ящик. Доказательной медицине не обязательно нужен ответ на базовые вопросы. Что происходит? Почему и как? Как я уже как-то рассказывал на своих лекциях, если я буду высыпать, ронять этот стакан, то сколько я не отпускаю этот стакан, он падает вниз. И уронив его вот так вот пять тысяч раз, я скорее всего сделаю вывод, что в подавляющем большинстве случаев стакан не повисает в воздухе и не взлетает наверх, а падает вниз. На входе мы имеем падение, отпускание стакана, на выходе имеем падение. Что произошло в середине, я понятия не имею. Я думаю, до конца теорию гравитонов и прочее вам сейчас тоже никто не объяснит. Но это не мешает нам пользоваться, кидая сверху яйца в головы прохожих с балкона, тем, что наверняка они туда попадут, если вы будете достаточно точны. И наверняка это будет безопасно, если вы будете делать с балкона соседа. Сторонники гомеопатии говорят, вы не можете доказать эффективность гомеопатии, потому что она работает неизвестными механизмами. Можем доказать неэффективность гомеопатии с огромным трудом для конкретного случая. Но для этого нам абсолютно не важно, что здесь происходит. Нам надо, чтобы действие А вызывало следствие Б. Если оно вызывает его всегда или почти всегда, это доказано. Это причинно-следственная связь, которой мы не знаем, механизм ее выполнения. Если знаем, хорошо, мы можем ее не знать. Но факт тот, что мы докажем закономерность. Если же этого нет, то значит номер не проходит. Соответственно, перед каждым врачом стоят два типа вопросов. Базовые вопросы, академические вопросы. Что происходит внутри организма и почему? Ну, мы поместили, например, меня, хорошо, придется на себе рассказывать, на Эльбрус. Мне не хватает кислорода, почки от этого страдают. Они выбросили эритропоэтин, у меня поднялся гематокрит в крови. То есть, что происходит, почему, это базовый вопрос, это подфизиология. Я на это думаю, отлично. Значит, соответственно, если я введу эритропоэтин где-нибудь еще, то, наверное, в крови тоже повысятся эритроциты. Я создал базовую гипотезу и дальше начинаю это выводить. И черт его знает, работает этот эритропоэтин, не работает. Это мои действия, основанные на знании физиологии, анатомии, бездоказательные пока на данный момент, но, тем не менее, имеющие под собой научную основу. Если я гомеопат, то я беру водку, встряхиваю ее, смешиваю с 1000 литров воды, набираю оттуда бутылку водки, встряхиваю, смешиваю с 1000 литров воды, повторяю так D8 и продаю коллегам как гомеопатическую водку, утверждая, что похмелья не будет, но основное действие должно сохраниться. Я, конечно, боюсь, что побьют, но заработать можно, конечно, потому что вода все-таки несколько дешевле. Но теперь представь себе, что вдруг человек выпивает эту бутылку водки, пьянеет и похмелья нет. Мы доказали эффект, понятия не имея, как это работает. Дальше мы можем кричать, это биополе, это заряженная энергия, это энергия ЦИ, перешедшая в энергию КУ и так далее. Если мы доказали взаимосвязь, то уже потом задача академической науки ответить на базовые вопросы того, что там происходит, и попытаться это воспроизвести. Потому что научный подход к знаниям – это воспроизведение подобного. Наука – это способ познания окружающего мира, основанный на изучении закономерности повторяющихся событий. Невозможен научное исследование уникального события. Просто невозможно. Это не научное познание. Клинический же вопрос, который задают врачи – это что делать, а не что происходит. Если у нас анемия, надо ли нам вводить эритропоэтин? Вот что спрашивает больной. Или нам надо переливать кровь, или ещё что-то делать. Что поможет? При этом этот врач может просто не углубляться в эту самую анемию и думать, сколько мы переливали кровь, столько помогает. Главное – совместимость проверить. И какая к чёрту разница, от чего она? Больной будет жить, мы будем лить, лить и лить эту кровь какое-то время. Или может, опять-таки, ответив на клинический вопрос «что делать?», задать базовый вопрос теперь «а что происходит?» и вернуться к клиническому вопросу второго порядка «что делать дальше?», если, например, это иммуноопосредованная медицина. Таким образом, доказательная медицина на уровне клинициста, находящегося перед больным, сдвигает фокус его мыслей в сторону от «что это, как и почему?» к тому, что надо делать. Потому что ответы на базовые вопросы, этиология, патогенез и прочее, они интересны, но если вы будете ими задаваться перед больным с абструкцией верхних дыхательных путей, он умрёт. Потом вы выясните, что происходит. Хорошо, не с абструкцией, с дыхательной недостаточностью. Клинические вопросы «что надо делать?» Соответственно, лучше ли вмешательство «а» для состояния «b» для того, чтобы достичь исхода «с». они прикладные, они подразумевают специфические сведения о том, как лечить ту или иную болезнь. И клинические вопросы имеют четыре компонента. ПИКО по-английски или ПВСИ. Пациент, вмешательство, сравнение, исход. При этом клинический вопрос – это не совсем ограничение доказательной медицины, это ограничение нашего сознания. Для того, чтобы правильно задать вопрос, надо знать большую часть ответа. Иначе вы не сможете задать вопрос. Для того, чтобы получить чёткий ответ, надо иметь чёткий клинический вопрос. Вопрос номер один. Как лечить больных после перенесённого инфаркта миокарда? Спрашивает врач общей практики, ну или специалист. Глинический вопрос должен ясно формулировать проблему, предлагать для исследования варианты вмешательства, сравнение с контрольным лечением, с золотым стандартом, сравнение с плацебо, сравнение с отсутствием эффекта. И надо понимать, чего мы хотим добиться. То есть какой у нас исход, желаемый или предполагаемый, в результате наших действий будет. Вопрос размытый. То есть, когда Александра Андреевича же Константиновского достала какая-то владелица на приёме, слышал ты эту историю? Он после сорока минут разговора, не вытерпев, взял телефон и сказал, «Алло, Гугл, как лечить глаза у собак?» После чего она наконец от него ушла. Он вздохнул спокойно. Это вариант плохо сформулированного клинического вопроса. Первый вариант вопроса. Следует ли всем больным, перенесшим инфаркт миокарда, назначать ингибиторы ангиотензин превращающего в фермента? П. Первый компонент вопроса. Больные, перенесшие инфаркт миокарда. Второй. Интервенция, вмешательство. Назначение ингибиторов АПФ в постинфарктный период. С. Сравнение. Не с кем сравнивать, тут не написано, с кем это сравнивать, и, соответственно, непонятно, как это отличить. О. Для чего давать этот самый ангиотензин превращающий фермент? Чего мы хотим добиться? Чтобы никогда больше не было инфаркта? Чтобы большинство из них скончалось в ближайшие 5 дней? Чтобы большинство скончалось в 6 дней, и некоторые только через 5? Нет критериев оценки вмешательства? Не определена цель вмешательства. То есть непонятно, для чего мы делаем, и как будем оценивать эффективность. И если вы читаете статью об исследовании, и там вот на это нет четких вопросов, то вы, конечно, можете потратить прорву времени, чтобы попытаться самому их поставить, читая описание опыта, и самому сделать выводы отличные от автора. Но читая те много миллионов статей, которые выходят в год, вы на это потратите прорву времени. Второй вариант формулировки в том же самом случае клинического вопроса. Снижает ли риск смерти частоту развития повторного инфаркта миокарда назначение АПФ у постинфарктных больных с нормальной функцией левого желудочка? Больные взяты в узкую группу. П. Группа больных. Больные, перенесшие острый инфаркт миокарда, не имеющие признаков дисфункции левого желудочка. И. Интервенция. Назначение ингибиторов. С. Контрольная группа. Стандартная терапия, но без ингибиторов. О. Показатели смертности и частота риска развития. То есть, как вы видите, проблема сформулирована, группа определена. Вид вмешательства выбран, критерии оценки выбраны, конкретная цель, ее понятно и можно оценить. В чем ограничение доказательной медицины? Как всегда, в том же. Одно исследование, один вопрос основной и максимум несколько положительных. Я как-то... Дмитрий Владимирович Трофимцов рассказывал, что он пошел еще до того, как работал в Белом Клыке, пошел на стажировку к Марине Николаевне Якуниной. Она его спросила в биоконтроле, ну а чем бы ты хотел заниматься? Он сказал, ну не молочками же, что там делать? Он говорит, она ржала минут двадцать, сказав, что более необъятного поля вы придумать не можете. Я вчера своим слушателям на работе в клинике попросил, придумайте мне список нерешенных проблем, связанных с опухолями молочной железы у собак. Самая частая опухоль. Наибольшее количество публикаций. Огромное, вроде бы, количество исследований. Я могу нерешенным списком вопросов заполнить там большой толстый учебник, каждый из которых требует, к сожалению, достаточно большого исследования. Типы клинических вопросов. То есть сами по себе клинические вопросы же вы не можете в одном исследовании спросить, а что это за болезнь, как ее лечить, как мы будем оценивать риск, и каким методом мы при этом ее диагностируем, и какой будет прогноз. Потому что здесь куча вопросов. Вы можете выбрать что-то одно. Соответственно, лечение – это оценка эффективности. Клинический исход, улучшение состояния или снижение риска осложнений. Оценка риска. Эффективность, вроде бы, одинаковая, но один метод может давать вам больше побочных действий, другой – меньше. Классический пример, нетривиальный. Это ЦОАП протокол и ЧОП протокол лечения лимфомы. ЧОП протокол на основе доксорубицина дает больший безрецидивный период. То есть, мы пролечили 19 недель, и после этого у вас может быть год без симптомов. ЦОАП протокол дает меньший безрецидивный период, 6-7 месяцев и большую частоту рецидивов. Как ни странно, больные на ЦОАП протоколе живут дольше, чем на ЧОП протоколе. Потому что ЧОП протокол имеет свои побочные действия, ЦОАП протокол – свои побочные действия. При этом, что самое интересное, побочные действия ЦОАП протокола страшнее. Цитозар угнетает костный мозг. И при применении этого протокола вы все время балансируете на низком уровне гранулоцитов и рискуете свалиться в сепсис. А сепсис – самое страшное для врача осложнение химиотерапии, поскольку он заканчивается септическим шоком и смертью. ЧОП протокол редко дает сепсис, но доксорубицин – высокоэметогенный препарат, и он дает тошноту и рвоту у 25% больных. И вы говорите, какая фигня, три дня поблюет, и все будет нормально. Два дня поноса, капельничку для того, чтобы брать обезвожжение – все будет нормально, сепсиса нет – все отлично. Но животное, которое находится под угрозой сепсиса, ест, пьет, активно бегает, нормально веселится – это вы ломаете себе голову – «Боже мой, тут же еще день, еще чуть-чуть упадут, и он умрет». А владельцы этого не видят, они видят веселого, нормального больного. В случае же ЧОП протокола владельцы видят мучающегося от ваших вмешательств больного и пофигиста доктора, который не обращает внимания на то, что их тревожит. Потому что он ходит радостно и думает – ничего не упало, мы можем лечить дальше, все будет хорошо, он проживет долгие годы. В результате чего при наличии ЖКТ действий владельцы отказываются от лечения и животное живет меньше. А здесь вроде бы по всем параметрам с точки зрения врача хуже – рецидивы чаще, побочные действия опаснее, а продолжительность жизни больше. Диагностика, оценка информативности того или иного вида диагностики, его чувствительность, специфичность, предсказательная ценность положительного результата, предсказательная ценность отрицательного результата, прогностическая вещь. Очень тяжелые в наших условиях исследования, потому что они очень сильно ограничены. Почему они ограничены? Потому что первое, чего мы не знаем – инцидентности. Мы не знаем структуры эпидемиологии болезней в Российской Федерации. Мы понятия не имеем, какая часть популяции собак в России болеет раком молочных желез, инфарктом миокарда, какими-нибудь тениями или еще чем-нибудь. Не знаем ни по регионам, ни по стране в целом ничего. Не зная инцидентность, не зная общую смертность, мы не можем предсказать окончательно положительную ценность лечения. То есть она очень сильно зависит и чувствительность, и специфичность в плане своего предсказания от редкости и частоты встречаемости болезни. Понятно, что если болезнь у нас встречается часто, то ложноположительные результаты будут редко, полезен часто. А если у нас болезнь встречается очень редко, то это то, что было в случае с саркоидозом. Это может быть ложноположительный результат. Вот если бы саркоидоз встречался у нас пять раз в день, и мы бы его успешно диагностировали каждый год, то один конкретно сложный случай, непонятный, ну, черт его знает, ложноположительный, скорее всего, все-таки положительный. А когда это один-единственный случай, мой любимый гистеоцитоз Лангерганса, где во всех учебниках фотографии двух собак, потому что больше ни у кого его нет, и, возможно, этой болезни не существовало, собственно говоря, тут вероятность ложноположительного результата высока. И наоборот, соответственно. Прогноз, оценка дальнейшего течения заболевания. Соответственно, опыт исследования врачей показывает, что когда у врачей мало опыта, они в основном ставят базовые вопросы. Когда у врачей много опыта, они ставят клинические вопросы, что делать. На самом деле то же самое происходит и с болезнями. Если болезнь малоизвестная, то ответа на клинические вопросы не существует. Мы должны поставить базовый вопрос гистеоцитоз Лангерганса. Что же там происходит? Клетки гистеоциты пропитывают кожу. Это мы понимаем. А дальше мы должны думать, а что же при этом происходит? Может, есть какие-то факторы роста? Может, мы можем на что-то повлиять, убить там костный мозг, или это облучить, или подавить иммунитет, или стимулировать против них иммунитет? У нас нет никакой статистики. У нас есть только наши базовые представления о физиологии, анатомии, биохимии. И на основании этого мы можем попытаться как-то действовать. Владельцам мы говорим, молитесь. В случае же, когда у нас болезнь хорошо известная, мы говорим, пожалуйста, не вопрос. Ампутация конечности, 5 сеансов химиотерапии, облучение места операции, через 13-15 месяцев метастазы в лёгких, вы умрёте, или повторная химиотерапия протоколом спасения. И даже не забиваем себе голову. А у нас там остеолитическая или остеокластическая саркома. А какие факторы вызывают миграцию этих самых остеокластов туда в кость? А почему они так изменились? А как мы можем на это повлиять по-другому? Мы говорили о молекулярной генетике и генетически основанных способах лечения, как будущее. Это причём основано на базовых вопросах. Но тем не менее, я вот иногда думаю, как здорово, сейчас я делю опухоли по морфологической градации. Ну вот это опухоли с жировой ткани, это из мышц, это из костей. По степени злокачественности. Думаю, ага, вот это агрессивное, малодифференцированное, это добрая, она хорошо дифференцирована. По инвазии почему-то ещё. А понимаю, что на самом деле в каком-то будущем я буду делить опухоли так. П-53 положительное, раз отрицательное, цикит положительное, значит, ещё там что-то отрицательное, мэдмакс положительное. Ага, а нам нужен коктейльчик вот из этих антител индивидуальный. Сварганьте его, и он эту опухоль вылечит. Вопрос в том, что антитела расторопши. Расторопши, расторопшино смешайте коктейльчик. И хорошее красное вино. Я помню, там был в конце-то. Но проблема заключается в том, что 200-300 тысяч в месяц может стоить терапия моноклональными антителами. А теперь подумайте, что это меланома кожи, которой, в общем-то, за 2 минуты вы уберёте её лазером чем-то ещё и прочее. Поэтому всегда нужен здравый смысл. Нужно ли вам применять весь арсенал современной медицины в тех случаях, когда можно от этого просто избавиться логичным, простым и быстрым действием. Соответственно, вернувшись к нашему чёрному ящику, мы можем получить результат. Три результата. Работает, не работает и недостаточно информации. К моему огромному сожалению, 95% исследований — это недостаточная информация. То есть мы вынуждены, к сожалению, возвращаться к базовым вопросам. Как бы нам этого не хотелось. Мне всё время хочется вести курс подготовки мастер-онкологов, в которых будут забиты базовые протоколы работы. Но я, тем не менее, понимаю, что всё-таки вести такой курс мне хочется, а работать мне приятнее с онкологами, задающими базовые вопросы, и всё-таки понимающими, что там происходит хоть как-то. Это позволяет им выкручиваться в сложных случаях, когда их спрашиваешь, а почему больной умер? Говорят, ну, понимаете. Высокая стоимость. Первое ограничение доказательной медицины. Стоимость разработки нового препарата от 800 миллионов до 1,5 миллиардов долларов США и 10-15 лет работы. Возвращаясь к вопросу об отечественных компаниях, возьмём, наконец, препарат, например, АСД. 50% ветеринарных врачей страны считают, что он до сих пор, это Андрей Геннадьевич, считают до сих пор, что он работает. Если бы он работал, я думаю, любой фармацевтический гигант, Пфайзер, Кырк, Бёрнгер, Энгельхайм или кто-то ещё, мгновенно купил бы этот препарат со всеми его разработчиками и прочим. Почему им не удаётся продать свои препараты на западный рынок? Потому что они не работают. Потому что они не могут доказать, что они работают никому. Они не могут даже доказать их перспективность для изучения. Иначе бы все ликфолы, АСД, цитостопы, метастаты и прочее, всё бы производилось во всём мире, всё было бы продано, а гравитзащита бы на коне неслась в светлое будущее, а мы с завистью пилили кости ножовкой на кухне. Это в случаях, когда вообще есть основания считать, что препарат может быть работан на отечественной разработке, нормален и прочее. В этих случаях я готов даже принять участие в его исследованиях. Но возвращаясь на вопрос, который был, а почему я посылаю нафиг тех, кто ко мне приходит? Ну потому что когда мне приносят деклофенак, выпущенный агравитзащитой для обезболивания у собак, я говорю, это я исследовать даже не буду. Я, в общем-то, не убийца. Я считаю, что настолько хорошо доказано, что неселективные НПВС вызывают язву ЖКТ у собак, что это вообще преступно. Видимо, люди просто не любят собак. Или когда перитроиды у них в состав барса для собак входят в какой-то совершенно лошадиной дозе. Байер 50 мг перметрины не разрешает использовать кошкам. Кошкам, да. А агравитзащита выпускала барс для кошек, где было 500 мг перметрины, и люди всё... При этом эта компания не стесняется менять состав препарата, не меняя его название и не информируя об этом людей. Если вы возьмёте барс, когда он появился, это был фипронил, потом внезапно там оказался перитроид с чем-то ещё, в той же упаковке, и так же красиво выглядит. Потом опять там оказался фипронил. И у нас одно время в клинике было и то, и другое. И препарат с перметрином, причём на нём было написано для собак и для кошек. Неужели можно сотрудничать с компанией, которая позволяет себе подобные выверты? Неужели можно доверять любому другому их препарату? Меня? Промахнуться. Медленное движение вперёд. То есть, как мы с вами видели, вот лимфома, да? Проводится пять исследований, четыре из них хреново построенные, а вопросов сотни. И, соответственно, никто это не финансирует. Это на уровне энтузиастов, как я вам показывал в память о Квазимодо, люди там спонсируют исследования. Это собственный внутренний интерес клиник. Это профессиональное сообщество, которое всё-таки любит животных и хочет как-то им помогать. Это в некоторых случаях фармацевтические компании. Но фармацевтические компании не спонсируют ТТА, ТТЛО, да и сравнение тибиофабиллярной фиксации при разрыве передней крестовидной связки. Неприменимость к редким событиям. Ну, потому что ретроспективно мы можем попытаться оценить. Но я говорю, тот же гистеоцитус Лангерганса, который описан там 7 случаев за последние 20 лет, ну хрен ты его оценишь ретроспективно. А кроме того, проблема в том, что в этом случае доказательная медицина отстаёт от фундаментальной науки. То есть, если даже ты придумаешь перспективное исследование, то за это время появятся новые молекулы, новые препараты, новое понимание развития болезни, и это исследование окажется никому нафиг ненужным. Поэтому редкие болезни остаются искусством, интуицией и базовым опытом врача, умением строить его причинно-следственные связи и прочее. Новые методы появляются быстрее доказательств эффективности или отсутствия её старых. Классическая доказательная медицина по-русски. Европейская доказательная медицина. Мы применяем препарат А, потому что доказано, что при заболевании Б он даёт отличный результат. Доказательная медицина по-русски. Мы применяем препарат А, потому что доказано, что он не несёт вреда при заболевании Б. несет пользу или не несет а нафиг классическая ошибка российского образования это из менеджмента приходят менеджеры на учебу они совершают кучу ошибок их обучили они возвращаются на работу и продолжают делать те же ошибки вся разница теперь они знают что делают неправильно до того они не знали и делали неправильно работодатели отправили их поучиться получили ситуацию обучившиеся люди продолжают делать те же самые ошибки не обращая на них соответственно в доказательной медицине принятие решения должно формулироваться на доказательстве эффективности на доказательстве безопасности решение должно быть применимо для диагностики может быть профилактики может быть лечение доказательства должны искаться обобщаться сравниваться и быть в широком доступе как мы уже обсуждали в перерыве то очень может быть что индекс цитируемости общедоступных статей больше чем индекс цитируемости закрытых статей и соответственно то что написано в открытых статьях быстрее эффективнее внедряется но не факт что она полезнее эффективнее или как-то еще классическая до фолосе я очень люблю фолосе логические ошибки по-английски это значит как правило если вы начинаете читать статью в которой написано общее известно что дальше можно в половине случаев не читать первая статья которая прочитал был написано но сейчас же полностью доказано что биополе человек существует это причем полностью доказано тут еще вы подумаете а может быть не доказано но когда вы читаете общее известно что человеческая аура там светится в темноте вы ее не видите вы при этом начинаете чувствовать себя идиотом ущербным возможно у вас проблемы с глазами и вы как голый король и как все его зрители говорить да давай у него такая аура я вчера видел да он светился мы собирали грибы ночью светилась аура мы грибы все на свете и соответственно нас имеется куча препаратов их сотни тысячи препаратов с недоказанной эффективностью при этом даже может быть эти препараты эффективны в каком-то конкретном и узком случае но показания к их применению которые вы читаете то есть как только вы читаете это лекарство от всего я как правило тоже думает мы применять не будем этого не может быть это ненормально даже вода в средневековье воду пили только больные люди поэтому цели которые стоят перед доказательной медицины они понятны но смотрите видите новый метод лечения старой болезни новая дозировка новые показания вот почему андрей геннадий сказал очень сложно доказать что эффекта нет представьте себе вот гомеопатов которые говорят ну работает она работает и мы можем задумать перспективное исследование и осуществить его и если вдруг там окажется что положительный эффект есть мы вынуждены будем всем миром измеряться перед гомеопатами но если мы ничего не докажем скажем эффекта нет мы не можем сказать гомеопатия не работает потому что гомеопат скажет а вы пробовали дозировку там не d4 а d5 а d6 а может через день надо применять у нас же куча медицинских препаратов у которых пимобендан в дозировке 04 нормальный эффект в дозировке 2 и 5 да возможно смертельный эффект бред конечно вот но пимобендан имеет под собой ответ на базовые вопросы как это работает а гомеопатия не работает поэтому решать мы ее доказывать ее неэффективность мы можем или здравым смыслом или путем перебора бесконечного количества вариаций с бесконечной траты и денег а это абсурд я как-то задумался о том существует ли магия да вот попытайтесь стать волшебником если у вас нет учителя говорите кряк-бряк машите руками потом еще что-нибудь делайте еще какие-то пасы направляйте энергию может быть это работает может это сдвинуло две песчинки в сахаре но никто этого не видел да он же обучен проблема выбора трудности абстрагирования мы всегда с вами лечим модель хотя я вам и говорил что врач лечит больного конечно вы лечите не больного вы лечите модель невозможно лечить больного полностью вы задаете вопросы собирая анамнез загоняя больного в рамки ну то есть допустим вы думаете там какой вес какой возраст какая порода довольно редко я слышу вопросы про родственников а что остальные животные в этом семействе вы что-нибудь о них знаете там мама папа бабушка братья сипсы до вашей собаки как были то есть мы немножко животное упрощаем мы считаем что все доберманы подвержены дилитационной кардиомиопатии доберманов нам же не приходит в голову выяснить а вот доберманы с белым пятном на носу тоже подвержены или не подвержены а может это сцепленное наследование которое их от этого спасет то есть в любом случае мы абстрагируем мы из реального больного с его дыханием шерстью анамнезом и прочее загоняем его все больше геометрическую фигуру чем больше мы о нем знаем тем ближе мы подходим к решению задачи знаков числа пи то есть вначале у нас квадрат и круг потом у нас пятиугольник и круг потом нас 12 угольник потом еще что-то потом наша фигура все ближе и ближе к кругу но тем не менее это многоугольник они круг и наше знание о больном в этом случае представляют собой многоугольник и большинством факторов мы пренебрегаем когда мы решаем вопросы доказательной медицины чем меньше факторов мы рассматриваем тем точнее результат но чем однороднее остальные факторы тем однороднее результат я уже сказал ольге александровне тут что с моей точки зрения прекрасная модель для доказательной медицины это треска самка трески мечет 3 миллиона икринок облад дворе экспермы одного самца вы получаете три миллиона разнояйцевых но близнецов на которых можете проводить дальнейшие исследования ну или клонировать клетки у людей так не получается у собак так не получается поэтому мы говорим вот наша стандартная порода бигль но бигли все разные мы же не говорим наша стандартная порода украинец хотя может быть украинцы наиболее отвечают признаку стандарта человеческой расы но я-то украинцы я могу так шутить не отвечают с вашей точки хорошо хорошо запомним чем меньше количество рассматриваемых факторов тем дальше результат от реальности потому что мы сосредотачиваемся на одном и упускаем из вида другое и очень сложно бывает понять результат вызван вот этим фактором который мы рассматриваем или на него наложилось что то еще от чего мы отмахнулись это мы же делаем гипотезу что только высота над уровнем море уровень кислорода влияет на уровень эритроцитов у меня в крови когда я живу в высокогорье а может быть я начинаю там питаться козьим молоком и она влияет в большей степени но мне же не пришло в голову этот фактор сравнивать я от него отмахнулся я пока строил лишь одну модель верху внизу да и вообще не подумал о том что мне надо все это упростить и сделать одинаковую диету пол породную принадлежность и уровень половых гормонов массовой кастрации ограничения доказательной медицины нам сложно получить информацию потому что первое у нас может быть не быть к ней прямого доступа что сказал кардиолог я в каком-то исследовании прочел что назначение азитромицина в дозе 30 миллиграмм на килограмм течение месяца работает у вас есть доступ к риму информации нет вы не знаете этого следы вы его не читали и черта с два вы его найдете она может быть даже еще не оцифрованные старые а отсутствие деталей у меня как у любого нормального русского врача нет доступа к 10 референсным журналом и когда в интернете с меня запрашивают 100 долларов за статью я понимаю не могу я это заплатить и соответственно я прочитаю абстракт и получаю информацию не полную а переваренную автором я каждый день это наблюдаю когда наши врачи доверяют ассистентом прикрепить к карте рентген потом смотрят его и делают заключение ой здесь больные лёхи или здесь здоровые лёхи горю что вы делаете не горит как что рассмотрим рентген игру вы понимаете что у вас внизу стоит профессиональный монитор с диком файлом на котором можно менять экспозицию менять широту фотографическую рассматривать одновременно и кости и прочая тут ваш безмозглый простить ассистент сделал из этого то что картинку которую он посчитал нужной информативный он они вы потому что вы туда не спустились прикрепил ее ваш медиалог в виде jpeg файла с обрезанной информацией ваш монитор на вашем столе хреновый и маленький и вы по нему пытаетесь делать выводы это то же самое что читать абстракт сложных случаях вместо статьи то есть это не полный доступ к информации и наконец неготовность воспринять информацию потому что вы просто не понимаете статистические вещи которые андрей геннадьев говорил сейчас я понимаю а информацию воспринять о толщине левого желудочка и прочим для меня это вообще ничего ровным счетом не говорит понятия не имею два три четыре миллиметра и может там сантиметра да риск процент с от наши события по отношению ко всей группе например вот у нас 10 больных из 100 умерла в опыте 30 из 100 контроле вероятность желательного события или нежелательного end point то ради чего заканчивается исследование до конечная точка которую мы оцениваем а при этом риск может быть первичной точкой может быть вторичной то есть как правило в любом исследовании нас есть основная точка которую мы хотим исследовать и какие-то дополнительные которые мы хотим выяснить вот которые как раз могут быть указаны дополнительно выводы что мы еще выявили то-то то-то и то-то потому что очень дорого только ради ответа на один вопрос устраивать все это исследование ошибка интерпретации риска нам доказали что лечение там кетоконазолом спасает в четыре раза больше больных чем лечение допустим там гризиофульвином и мы думаем великолепно новый метод в четыре раза эффективнее плевать на то что он в 30 раз дороже но тут мы понимаем что гризиофульвин вылечивал пол процента больных а кетоконазол вылечивает два процента больных в одном случае умирает 99 с половиной в другом 98 только в одном случае люди тратят тысячу на лечение в другом 20 тысяч вопрос будете ли вы в этом случае рекомендовать современный хороший способ лечения кетоконазолом ободрав людей до последнего ради того чтобы у вас из 100 человек выжило на полтора человека больше поэтому надо понимать эффективность по отношению к популяции а не только по отношению к старому методу число больных которых надо пролечить чтобы предотвратить неблагоприятный исход у одного больного нам бы не тут рит очень важный показатель он показывает вообще-то насколько новый метод лучше старого а если у нас выживает примерно один больной из стада чтобы нам это увидеть на одного больного и 100 больше нам надо пролечить 100 больных чтобы увидеть что этот на 101 больном мы почувствуем разницу только если же речь идет о том что у нас смертность там 50 процентная то мы уже на двух больных можем увидеть разницу да этот метод спасает двух из трех а тот одного из трех соответственно надо единицу делить на эффективность опыта минус эффективность контроля в процентах а это очень важный показатель потому что когда вам говорят есть хорошее исследование по оценке эффективности методов лечения разрыва пкс у собак проведено в штатах среди сертифицированных хирургов и она показывает что когда мы проводим операцию ту или иную т.т.а. т.п. л.о. и подобные то у нас примерно через полгода но разница 9 процентов между оперированными не оперированными в хромате и качестве жизни а через полтора года она сокращается до 5 вопрос стоит ли ради одного больного из 20 20 больным тратить на лечение в ценах америки по несколько тысяч долларов тогда как полное отсутствие лечения при разрыве пкс у больших собак приводит к удовлетворительным результатам всего-навсего в двух процентах случаев меньше п мера статистической значимости события как уже говорил андрей геннадьевич говорит о степени случайности события то есть чем п больше тем события связано с тем что мы что-то делали они просто само по себе а п в исследованиях задается то есть п меньше 005 говорит о том что меня устроит результат когда я буду знать что у 19 больных примерно вмешательство из-за меня произошло а у одного непонятно из чего при этом у нас могут быть разные значения п 0 45 меньше 0 0 5 0 0 57 0 0 0 1 видите 0 49 0 51 вроде бы разницы до совершенно никакой и вот надо понимать если разница в этом случае а мы принимали коэффициент равные 0 0 5 у человек который делает исследование при вот таком коэффициенте достоверности получившимся наверное почти непреодолимое желание превратить его в 0 5 и отбросить эту единицу за ненадобностью и тем самым свести ценность статистической обработки результата или количество выборки к нулю если у нас п совсем большое то это значит что у нас вообще исследование проговорю провалилась и у нас или группы малы или между ними нет никакой разницы но очень важно то о чем говорил андрей геннадь когда мы читаем величина п не влияет на размер этой разницы то есть чем меньше п это не значит тем разница больше это значит есть она из-за наших действий или нет она может быть очень большой или очень маленькой при этом чем меньше разница тем меньше больше нам нужно количество больных чтобы получить более-менее вразумительное п тем большая группа и тем сложнее дороже исследования представьте себе вы читаете журнал вот допустим ну какой там хотя бы да отлично журнал практической ветеринарии да и у нас там 20 статей в номере в каждой из которых опубликованы исследования в котором p равно 005 математические выкладки абсолютно правильны там нет никаких ошибок действительно p равно 005 с какой по вашему вероятностью все статьи этого журнала доказали свои теории а какая вероятность того что все верные ну хорошо вы подбрасываете монетку вероятность одна вторая выпадет орел или решка вы подбрасываете монетку два раза какая вероятность того что орел выпадет два раза перемножить одна четвертая соответственно тут у нас 20 статей это значит надо возвести в двадцатую степень 35 процентов то есть меньше чем в половине случаев у вас случайно окажутся все статьи про не обязательно хоть одна неверно это все таки теория вероятностей 35 процентов то есть только в одном номере из трех в этом случае будут все статьи верны потому что мы опираемся на теорию вероятностей индекс цитируемости индекс цитируемости а просто в двух словах поясню подробнее как он рассчитывается вот у нас были в журнале нейчер статьи допустим в 2014 и 2015 году в 2016 году через год считают сколько раз эти статьи упоминались в других референсных журналах и по отношению количеству статей определяется процентный индекс цитируемости у нейчер он в районе 60 один из самых влиятельных из рецензируемых журналов у человеческой кардиологии не помню как он называется около 40 тоже очень высокий ну не отечественный ну нет нет какой-то еще соответственно если в исследовании плохо сбалансированы начальные группы разные вес возраст и прочее есть группы где есть влияние сторонних факторов например вы исследуете да группу собак профилактируете заболевания раком при помощи вакцины и чтобы они не влияли друг на другу у вас эта группа собак в разных городах только одна в чернобыле а другая у нас здесь и вы собираетесь сравнивать насколько ваша вакцина профилактирует рак то вы считаете что и там и там вероятность появления рака одинаково это не так там может быть влияние других факторов а подбор оптимального количества пациентов это очень сложный расчет я думал попытаться найти вам интересы ради какую-нибудь формулу понял что примерно полчасовая лекция минимум а то и больше основная рекомендация обратитесь к специалисту по медицинской статистике для этого чем более редко болезни размытие эффект тем сложнее получить доказательства и тем больше нужна группа а доказательная медицина ее недостаток не может ответить на вопрос что было бы если бы мы увеличили группу продолжили исследование если бы изменили тяжесть заболевания если бы мы изменили способ лечения или дозировку лекарства то есть что было бы она не знает она может вам только сказать что было никакая никакая не знает как применить исследование вот вы прочитали исследование сразу возникает основной вопрос а применять его в практике или нет надо понимать изменится ли ваш алгоритм если вы будете его применять повлияет ли это на текущие рекомендации много или мало нам батутрит 110 вот например тикоглерол тикогрелор сравнивали с клопидогрелем с острым коронарным симптомов у пациентов и число больных исследования плата на котором достигалась разница 60 больных вроде бы только на 61 больном вы почувствуете разницу это число оказалось достаточно чтобы ввести тикогрелор в практические рекомендации с другой стороны когда его исследовали в сочетании с аспирином то число больных для достижения эффекта оказалось 123 это слишком мало меньше процента эффективность стоимость значительно выше трудоемкость больше вы тоже должны понять готовы ли вы бороться за пол процента за один процент ведь это не обязательно препараты вы можете сказать мы лечим острую сердечную недостаточность сами мы острую сердечную недостаточность отправляем в белый клык в первом случае владельцы платят 5000 во втором 150 в первом случае у нас умирает 92 процента во втором 91 стоит ли этот один процент до где ннт 90 того чтобы отправлять к специалистам это я привел совершенно выдуманные цифры и просто так от балды да это разница между клиниками и врачами насколько специалист сколько нужно пациентов пролечить специалисту чтобы вы увидели разницу между своим лечением и его лечением это может быть на втором пациенте вы это просто не умеете лечить а очень может быть это допустим пероплазмоз и вы понимаете что вот коняю специалист по пероплазмозу но в общем то вы тоже умеете лечить пероплазмоз и у вас выживает там 90 процентов из 100 у него 92 вот самых тяжелых он вытаскивает надо бороться за эти два процента вам своей практике или не надо это как с любым новым методом поэтому когда у нас внедряется новый метод надо сформулировать вопрос подобрать базу данных оценить информацию если информация доказано оценить вред и внедрить в практику это все трудоемкие сложные вопросы а и еще чуть-чуть аудит это то чего у нас вообще не проводится аудит медицинских исследований это руководство по качественной клинической практике российская пункт 97 то что должен быть независимый постоянный контроль исследований которые кто-то проводит я что-то не помню чтобы нас приглашали контролировать чьи-нибудь исследования или кого-нибудь я приглашал контролировать мои а когда нужен аудит представьте себе у вас мультицентровое исследование 20 клиник в нем участвует вот как я сейчас говорю в европе если в каком-то центре гораздо больше больных или они их набрали гораздо больше то есть допустим сказали андрею набрать за 10 лет 10 больных он через месяц горит вот мои 10 больных это требует аудита потому что может он ошибается с критерием может ошибся с протоколом может его данные неполные недостоверные или у него нарушение документации но это подозрительно а когда еще а вдруг выяснять что андрей еще в пяти исследованиях да еще и очень подобных тогда надо проверить они перемешиваются ли у результаты исследований у него просто нет времени надлежащим образом провести и закончить это исследование человек должен решать не 100 задач одновременно а допустим у меня участвуя в этом же исследовании сплошные отклонения от протокола и процедур исследования и куча животных из него выбывает опять-таки надо проверить понять нормально я это делаю или нет или я вообще все делали уже по 10 исследований а я новичок и делаю свое первое я нуждаюсь в надзоре и аудите иначе я там на портачу слишком большой процент побочных действий подозрительно полное отсутствие побочных действий не еще под более подозрительно иные врачи 20 лет к ряду делают одни и те же ошибки называют это клиническим опытом да фабрикант что еще чаще отбираются больные с высоким риском потому что им надо срочно помочь и они лучше соглашаются на экспериментальные методы лечения или то что ты говорил они сравниваются со здоровыми а это никуда не годится это понятно это получает позволяет быстро получить достоверные результаты но они ничего не скажут про то будут ли такие результаты у больных которые легче переносят заболевание или лечение нет различий между вторичными конечными точками ну например вот мы и лечим инфаркт миокарда применяем какой-нибудь ингибитор ангиотензина и смотрим у нас смертность от инфаркта миокарда уменьшилась вроде бы отлично первичная точка достигнута но нам хотелось узнать а в группе вообще всех всей популяции больных инфарктом миокарда или нет смертность смертность не от инфаркта миокарда сократилась или нет то есть понимаете у нас может быть так что смертность вот больные инфарктом миокарда они выживали 5 месяцев мы ввели ингибитор ангиотензина у них не развивается инфаркт миокарда а смертность остается выживаются те же пять месяцев и это может быть связано с нашим лечением то есть мы убрав фактор риска неизвестным путем повысили остальные факторы риска это может быть оценено может быть не оценено ну потому что у тебя есть основная конечная точка оценить снижение смертности от инфаркта миокарда и может быть ряд дополнительных оценить общей смертности еще что-то вот и они могут оказаться недостигнутыми и это может быть как раз следствием вмешательства лечебные программы в исследованиях часто отличаются от таковых в реальной клинической практике то есть если сейчас все там онкологи европы отправляют эту чертову лимфому в баллонью на проточную цитометрию то в своей повседневной практике они же этого не делают владельцы в нашем случае больные более привержены к лечению потому что мотивация больше вы в экспериментальной группе у вас рак без эксперимента вы умрете если речь идет о коленях я как-то раз кому-то сказал ну давайте наш хирург поставит вам протез они сказали вы что рехнулись ставить эксперименты на моем животном вот и гормот не будем ставить как хотите ко мне же они приходят и три раза в день говорят а есть какое-нибудь экспериментальное лечение мы готовы на что угодно а можно в чем-нибудь поучаствовать а что вот есть непроверенный метод мы будем его исследовать то есть кстати людях в отчаянии хватаются за соломинку следующие ограничения продолжительность исследования короткая продолжительность жизни большая и отсроченные положительные и отрицательные результаты мы можем не наблюдать и они не указываются и потом ретроспективные как-то можно увидеть как я вам сказал прошло 12 часов катетер работает долгосрочные результаты великолепные может но я же говорю про лечение псориаза дерматологами ошибки мета-анализа вроде бы самый точный метод до анализа но тем не менее можно игнорировать часть исследований и наш мозг говорит вот эти положительные мы возьмем вот эти отрицательные мы нафиг выкинем могут быть не очень адекватные исследования дальше мы берем все исследования но исследователи не любят публиковать когда у них что-то не получилось они предпочитают публиковать положительные результаты поэтому количество положительных результатов искусственно завышается утрата важной информации то есть мы смотрим конечную точку жив умер здоров нет есть нет а все остальное пофиг классический пример утраты информации у ракового больного набирает вес нет приходит ко мне худой раковый больной игры вам надо компенсировать ему интакт калорий пусть он побольше есть прочее они мне звонят и говорю ну как вес вес вырос на килограмм отлично звонят еще через две недели вес вырос еще на 2 килограмма великолепно приходит ко мне больной у него асцит 2 литра у него опухоль выросла на килограмм и потеря мышечной массы 5 килограмм бинарная информация говорит все великолепно а важные факторы по кондиции отброшены и так на самом деле происходит катастрофа а я сфокусировав внимание владельцев на только одном факторе сам в этом виноват мета-анализ позволяет получить ответ лишь на один четко сформулированный вопрос как правило и отрицательный результат не говорит о том что ничего не работает это его ограничение никуда от этого не деться клинические руководства пишутся долго могут основываться на советах экспертов они на доказательствах ограничивают выбор медицинской помощи и способствуют среднему уровню медицинской помощи они лучшему по отношению каждому больному потому что оказать лучший каждому больному это выходить за пределы руководств вы же знаете как у нас у вас есть гарантированный страховой минимум который вам сделают поликлинике где-то еще по руководству остальное все вам скажут за деньги дополнительно из руководства это выходит сдерживают внедрение новых технологий диагностики и лечения от добра добра не ищут это работает значит не надо нам ничего больше протоколы еще уже протоколы это действие в конкретной ситуации дыхание воздухоносные пути циркуляция дыхание да это протокол протоколы совсем короткие вот висконсин медисон протокол предназначен для менее опытного персонала и использования в конкретных ситуациях первичная лимфома используйте висконсин медисон протокол никто вас не отругает остается нам критический подход и здравый смысл где есть доказательства с нормальным уровнем безусловно их можно и нужно внедрять во всех остальных случаях нельзя забывать о том что мы врачи что мы ставим гипотезы что мы инициируем появление доказательств и наконец последнее о чем я хотел сказать мне так надоели исследования сделанные на коленке что это отбивает всякое желание заниматься наукой мне очень хочет чтобы мы наконец создали проект в моем видении это интернет-проект где российские исследования могли бы иметь открытый доступ то есть например начинаю я исследование рака молочной железы я там публикую куратор исследования пока критерии входа в исследование такие-то подбор пациентов такой-то критерии вывода такие-то исследования открытое продолжительность три года ожидаемый результат такой-то желающие присоединяйтесь и соответственно чтобы каждый проводящий какие-то исследования мог их там публиковать начиная от клинических заканчивая собственно здесь диссертациями которые ветеринарии проводятся и выдаются за исследовательскую работу в большинстве случаев и только когда мы будем иметь мультицентровый вот такой подход мы начнем получать отечественные значимые результаты или нам придется участвовать как кардиологии мы это участвовали в западных причем одно другому не мешает спасибо